Есть, так скажем, называющие плавающий пол системы, либо на деревянной основе, тоже, наверное, встречали вот такие вот системы. То есть, также пенопласт, в них есть уже выемки, укладываются алюминиевые пластины. Вот такого образца они выглядят. Наверное, встречали уже и в интернетах, и в магазинах есть. Так вот, я у себя дома делал две разных системы, две разных технологий теплых полов именно на деревянной основе, потому, что у меня не всегда была возможность сделать на бетонной основе, и я делал деревянную основу. Вот эта вот, так скажем, система, сама пластина стоит от 250 до 300 рублей за квадратный метр. Опять же, цены, говорю так, ориентировочные, потому, что я не слежу сильно за этими вещами, потому, что эти вещи тоже брендованные, именно определенные марки, их очень много сейчас разнообразий, каждый производитель пытается по-своему что-то изобрести и тому подобное. Я долго искал вариант, как выйти из этой ситуации, потому, что, ну, больше, вот если взять вот этот вот пенопласт, трубу именно фирменную, вот эту вот алюминиевую, то есть, материал обходится больше 1000 рублей за квадратный метр, но зачем они такие нужны, дорогие полы? Хотя принцип действий у всех одинаковый, абсолютно. Та же самая теплоотдача идет, весь эффект вот этой алюминиевой пластины, то, чтобы забрать тепло у этой трубы, чтобы пластина сама нагрелась, и потом равномерно по всему полу раздать это тепло. Все. Я долго искал такой вариант. Вот. Первый вариант я нашел, я делал объект, и вместо пенопласта вот использовал здесь ДСП, специально вырезал, и использовал просто-напросто обычно оцинкованную сталь. Взял в магазине, купил в хозяйственном магазине оцинкованную сталь, загнул ее вот таким образом и уложил туда трубу. Отлично себя порекомендовало. Понятно, что это не алюминий, теплопроводность у ней немножко хуже, чем у алюминия, но эффект был замечательный. То есть, у человека были теплые полы, ни одного радиатора, больше 150 квадратных метров в дом, причем вот здесь, вот еще сверху укладывался паркет 22 мм, то есть, паркетная доска. Мне все говорили, что никакого тепла не будет, однако тепло, и человек при температуре минус 30 на улице, у него котел проработал плюс 50 градусов всю зиму. Так что это уже испытанный вариант. Второй вариант, ну, муторно мне было заниматься вот этими из оцинкованной стали, тоже, так скажем, гнуть и вот это вот ДСП резать и укладывать, так скажем, по уровню, все. Я начал искать дальше вариант, какой еще облегчить и удешевить, так скажем. И пришел к такому выводу. Вот это вот как раз я у себя дома делал, вот эта система у меня работает в кабинете. Значит, в этом кабинете у меня было 16 секций алюминиевых радиаторов, я их убрал и сделал вот такую систему. Стало намного комфортнее и эффективнее. То есть, я уложил трубу между досок, где сделал пазы, и вместо вот алюминиевых таких пластин просто взял и использовал пищевую фольгу. Ту фольгу, в которой вы запекаете курей, утей, петухов и тому подобное, которая стоит копейки в магазине, практически в каждом продуктовом магазине, она стоит, фольга для безопекания, там, по-моему, 10 или 15 погонных метров и шириной там 40-50 сантиметров. Так вот, за квадратный метр этой фольги мне обошлось всего 20 рублей, а пластина за квадратный метр стоит 250-30. Эффект абсолютно одинаковый. Какая разница будет здесь лежать эта пластина, либо лежит фольга? Весь смысл в том, что труба забирает тепло, фольга нагревается и отдает. Единственное, что здесь толщина больше, здесь меньше. Толщина на теплоотдачу никак не влияет. Так же, это имейте тоже в виду. Поэтому я вот вам привожу все примеры, где вы в самом деле теряете деньги. И мы подведем еще дальше итог, и это еще будет дальше. Продолжение следует...